Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы прибыли в административный центр Верхоянского Улуса, в поселок Батагай. В 70 километрах от нас находится город Верхоянск, южнее. Как эколог, я хочу сегодня представить вам своего коллегу, своего студента, выпускника нашей кафедры Северо-Восточного Федерального Университета. Николай Геннадьевич Степанов, сейчас он работает начальником Государственного экологического надзора подведомственным Министерством Экологии Республики. Данная проблема поселка Батагай уже стоит очень долгое время, уже с 70-х годов прошлого века. Данный объект является хвостохранилищем от обогатительной фабрики, именно добывающей по олову и также полиметаллических руд. В прошлом году у нас было наводнение, в котором прилегающее к хвостохранилищу озеро затопило, то есть туда проникли паводковые воды. Приехали вот тоже на водозаборник на реке Яна, уже в Батагай. Вот при вас открываю пакетик, чтобы вы увидели, что она герметична. И туда вливаем трубы воды на анионы и катионы. То есть тут фильтр, он фильтрует взвешенные вещества, которые находятся в природной воде. Все мы ее быстренько закрываем. Все она транспортабельна. Вот это оборудование мы оставляем для наших коллег. Оборудование поверенное, сертифицированное, только там надо поменять батарейки. Вот мы помогаем детскому центру. Как детский центр назвать? Центр детской юночки, пресне экскурсии. Работа очень хорошая. В этом году на республиканской конференции воспитанница детского центра стала лауреатом в секции экологической науки. Работа была представлена на высочайшем уровне. И сейчас она готовится поехать работу представить именно в Москве. Уже на российском уровне. Почему мы отбирали именно зимой? Потому что зимой у нас была задача отобрать пробы в целях того, чтобы иметь на руках именно фоновые показатели, когда зимой на водную экосистему вообще рек и водоемов оказывается минимальное антропогенное воздействие. Чтобы сравнить их с летними данными. Когда в летний период пробы воды показывают наличие той или иной степени антропогенного влияния. Мы отправили наши пробы в аккредитованную лабораторию в город Новосибирск. Мы результаты уже получили на третий день. И у нас, согласно протоколу, мы проверяли на 42 показателя. То есть это на нефтепродукты, поверхностно-активные вещества. Методом спектрометрии мы определяли концентрацию 32 химических алиментов. И также на анионы и катионы. По всем 42 проверяемым параметрам, показателям у нас идет превышение по концентрации нефтепродуктов. Но это естественно, потому что мы пробы отбирали непосредственно, где водозабор у нас работает на дизельном топливе. Поэтому здесь ничего критического нет. Это совершенно естественно. Но самое главное, что у нас есть фоновые показатели. Вот у нас есть возможность еще наши коллеги из Батага и Верхоянска отправят нам летом наши пробы. Естественно, мы их проверим. Проведем химический анализ воды. Поэтому миссия по экологической части в рамках экспедиции она выполнена полностью. Испытано на себе. Вы как раз видели процесс, как идет набор воды. Внутри тепло, есть горячая вода. Так хотелось помыться, а мы уже не мылись 4 дня. Но надеюсь, мы сможем в баню попасть сегодня. Но не уверен. Что-то как-то вопрос решается. Будет баня, не будет. Хотелось бы уже, конечно, помыться, погреться. Все разбежались куда-то. Есть столовая. Но меня больше всего привлекла администрация. Нам разрешили зайти. И самое интересное, что здесь раз, два, три. Три тамбора. Так, ну тут снимать не буду. В общем, тут теплый туалет и горячая вода. Наконец, можно помыть свою чумазую голову. Так-то, в принципе, уже привычно. Прибычно. Но голова яснее даже мыслит, когда она чистая. О, как приятно-то, а. Вот они, маленькие радости жизни, которые становятся очень ценными. Ввиду их отсутствия. А когда у тебя дома душ ежедневно, льешь горячую воду сколько хочешь, все это кажется естественным, и ты это не занишь. Посылок очень большой. Полетать, к сожалению, не получилось. Тут аэропорт не дает взлететь. Куда все пошли? По-моему, гостевой дом у себя заходит. Я не могу гонить. Там столовая. Здесь такие скульптуры. Да. Огромный поселок. Здравствуйте. Нас уже тут встретили. Вот человеку, который только-только попал в ваш поселок и вашу гостиницу. Скажите, что можно рассказать интересного? Что интересно, во-первых, это лицо нашего поселка, нашего района и вообще даже в республике в целом. Это знаковая гостиница, можно сказать. От Хамдеки до Тикси. Это единственная гостиница, которая официально зарегистрированная. Вот у нас, пожалуйста, можете посмотреть. Гостевой дом Киселях. Путешественники и гости приезжают. С удовольствием останавливаются. У нас тепло, уютно. И помыться можно, да? И помыться, и постирать все можно. Поэтому вас приглашаем. Спасибо большое. А как вас зовут? Меня зовут Нина Евграфиевна. Очень приятно. Вот я только что поймался в раковине, и оказывается, можно принять нормальные души. Несмотря на пандемию два года, путешественников не было. Но хозяин, Владимир Христофор Чириков, хозяин этой гостиницы, сделал ремонт. Хотя, знаете, это убытки были. Сохранил рабочие места. А вы меня тут остановились, да, постоянно? Я сам местный, ну, из города Якутску, поселок Ждай. Мы ели на добычу золота, у нас просто вахта сломалась. Я там что-то с сцеплением, там, ну, ждем сейчас начальника. Во вторник мы отсюда, поедем 300 километров туда по радаче вверх, да, поселок Лазов. Там будем мы до осени, осенью. Снова, ну, то мы увидимся, да, нет? Или, если можно сказать, как и в прошлом году, с аэропорта сразу в Якутск. Очень тяжелая работа, прям, да, круглые сутки. Ну, можно как 12, через 12. То есть, 8 поехал на вахте туда на полигон. Пол девятого приехала, или в девять уже по ужину. Все, даже на рыбалку уже сил нету. Все, сходить, рыбу половить, там, где-то, хотя река вот она, дача, бежит 60 метров, прям, поселок, прям, на реке стоит. Ну, справимся, думаю. Ну, во морожке. В поздно прошлом году. Нормально, да, все будет. А вас как зовут? Александр. Мне сегодня особо везет. Пришел мыться, и закончилась горячая вода. В итоге помылся в холодной. Хорошо, что закаляюсь. Мне, в принципе, это привычно. Даже, даже прикольно, если честно. Ну, такой вид из гостишки. Я работала на метеостанции. А, какой метеостанции? Усть-Черкес. Можете заехать, там, поздороваться, там, тоже с Новосибирской вместе. А сюда-то как? А сюда попало, потом второе образование, Якутский колледж культуры, потом институт. И вот здесь отработала очень много лет. В культуре. Вот теперь тут дружусь, третий год. Ушла на пенсию, заслуженную. Семья, дети все здесь? Все взрослые, все выросли, нет, и здесь есть, и в Новосибирске есть. Все сложилось в этой жизни. И теперь работаю в удовольствие. Зимой работаю, летом путешествую. Спасибо вам большое за крестеприимство. До свидания. Мы побежали. Удачи, удачи, удачи и удачи. Всего доброго. А вам хорошего отдыха, помимо работы. Посетите как можно больше мест. Спасибо большое. Мир прекрасен и огромен. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну что ж, нам пора ехать. Спасибо этому уютному поселку. Хоть мы с ним и чуть-чуть познакомились, но встретили очень хороших людей. Отдельное спасибо Нине и Графневне. Очень приятная беседа. Хорошая, приятная женщина. И, ну, очень какая-то теплота от нее веяла. Вот сразу с первого момента знакомства. Так что, Нина и Графневна, вам всего хорошего. Хороших путешествий. А мы помчали дальше. Вот у нас капитан Бурлака. Незаменимый крейсер Бурлака. Непотопляемый. Все у нас чистые. Будем плыть еще лучше, чем раньше. Будем сиять и пахнуть. Ну, прощай, Батагай. Нет, до скорой встречи. Говорю вам всем, до свидания. А что ты раньше не одевал? Да, я ее только нашел. А, круто. Вот теперь веселее будет дорога, теперь с капитаном. Круглогодично, вечный образ золота, поэтому изменения происходят долго. За пять лет так и здесь не научились принимать карточки. Интернета здесь тоже за пять лет не появилось. Так что наличка, друзья, наличка, еще раз наличка. Но заправка здесь есть. Сахар, нефтегаз, быт, топливо неплохое, Арчика. Я заправлялся здесь, в принципе, проблем не было. Следующая заправка в Усть-Усть-Усть-Усть-Усть-Усть. Потому что кто поедет в Тикси здесь, имейте в виду, берите наличку. Спасибо, Сереге, грамотно умеет вести. У него опыта много в плане Ютуба. Рассказывай, да? Лечу, как, как говорится, доктор. Да, да, да. Прям четенько все говорит. Ну, разбирается еще во машинах. Он автопутешественник тоже знает. А я так, что вижу, как говорится, то и пою. Мы находимся в Батагае, на базе Сахар, нефтегаз, быта. Здесь планируется учение МЧС. И как раз мы в преддверии этих учений прошли по маршруту от Якутска до Батагае напрямик. Около 100 километров проехали по бездорожью и по старому зимнику, проложенному в советское время, прошли сюда на вездеходах Бурлак. По пути мы испытывали рации коротковолновые и брали пробы воды. Происшествий нет, все по плану. Бурлаки показали себя очень приспособленными к таким условиям. Вот на Бурлак, который без прицепа был, у него расход топлива порядка 360 литров. С учетом того, что мотор молотил и ночью, и днем, мне кажется, это очень хорошие показатели. И превосходные вездеходные качества показали на аналитях. Ехали по колено в воде, по льду, пролазили по таким кустам, что не всякая техника проедет. И, конечно, и глава УЛУСа ознакомился, проехался тоже с машиной и оказался очень впечатленными этими машинами. Для экстренных служб и вообще для сельской местности хорошая техника. Экспедиция выполняет все поставленные задачи. Идем по графику. Серафим у нас тоже получает бесценный опыт под руководством, опытного наставника. Серега хоть отдохнет. Да, отрубит. Я не устал. Это место сегодня забыл поснимать земли, вернее не успел. Вот мы днем проехали Верхоянск, поле с холода. Второй поле с холода. Если сравнивать с Амиконом, они между собой спорят. Но холодно. Погода морозная. Около 40 градусов. Так что, в Амиконе я был, теперь еще и Верхоянске. Очень круто. Ой, тут не пройти у вас, да? Вы знаете, куда ехать с водой? Вот, парням в гости зато заскочил. Ну что, как вы тут поживаете? Так, как ехать? Видишь, солнце. Гороз. Кайфуем. Кайфуем. В восторге было. Очень жарко. Что это такое? Я чувствую себя как дома. Мы здесь по очереди кидали. Едем. Может быть, протеркнувский сервис. Слушай, как говорит у нас один клиент про свою машину, про своего бурлака. Он говорит, для меня бурлак это второй бурлак. Собственно говоря, сейчас? Для меня это тоже второй бурлак. Сейчас его можно понять. Приехали за водой, и вот тут с прицепом, конечно, места маловато, но... А вода у нас в токоватке здесь есть? Да, да. А закачивать сверху вот там вот? Не знаю, вот надо спросить. Люк, люк, бочок подставай. Да, 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 да. Дальше уже набрали. Занесут обратно. А, здесь тепло как в бане пахнет. Вот так вот обеспечивается город Верхоянск. Ух. Сейчас попаримся. Кстати, можно, да, попариться. Тебя, менька. Ты слышал, что это тепло? Да. Прям отчетливый голос. Отчетливый голос, а никого нет. Это что за мистика? Я был уверен, что кто-то здесь снаружи стоит. Представляете? Женский голос мы слышали вдвоем. Здравствуйте, поздоровалась. Здравствуйте же сказала, да? Да, она сказала здравствуйте. Вот это да. Вот это да. Ну ладно, я к потусторонним силам отношусь к позитиву. Я не считаю, что они хотят там чего-то сделать. Поэтому извините, что мы вас потревожили, если что. Мы всего лишь набрать водички и скоро уходим. Всем доброе утро. Сегодня 25 февраля. Продолжаем наше путешествие на бурлаках. Север рядом. Якутскими тропами. Вот остановились переночевать. Выехали вчера с Верхоянска. Ну ночью ехали, я даже не понял, куда мы приехали, если честно. Я закемарил, проснулся, уже встаем на стоянку. И вот вчера доманул очень сильный мороз. Ну самый сильный, который вообще был за всю нашу дорогу. Не зря говорят все-таки, ну Верхоянск это тоже поле с холода. Ну за 50 сегодня. Есть, ну блин, точно. Около 50. Едем вдоль реки пока. Дорога ныряет в лес дальше. И вот в рамках экспедиции у нас тестируются резины еще. И вот как она себя чувствует, минус 50. Видите, такая складка. И вот всю ночь стояли при минус 50. И сейчас мы их накачиваем. Там система качает каждое колесо. Можно спускать, накачать в процессе дороги. И вот посмотрите, резина не трескается. То есть она была смята. Я не успел снять. Ребята быстро включили накачку. Практически колеса лежали на земле. Сейчас вот потихоньку накачивается, расправляется. Так что резина, похоже, хорошая. Разминаем резину. Шасси все там. Игорь с утра уже делами занимается. Сразу возвращает лестницу на место. Вот тут сзади она устанавливается. Доброе утро. Тебе опять заедут? Ну, вот большой ложкой пришел. Черпайся. Вчера не доели, да? Итема снимает показания. Да нет, пока что у меня... Как там парни? Спят? Спят, ладно, вон. Мешать не будем. Сейчас мы находимся перед началом зимника. От реки Яна досок крыжи. Сегодня достаточно морозно. Термометра нет. Мы можем просто показать, что это достаточно холодно. под полтинник, наверное. Но уже солнце светит, так что дело к весне. А так? Все, 50 есть точно. Мы сейчас куда направляемся в нас? За крыш. Сколько километров? 100... 126, что ли? Ну, это тут примерно. Как получится еще по зимникам там, по всему. Да, часов. 8, 9. А, весь день нам ехать до темноты? Оказывается. Я поэтому и хотел, чтобы чуть раньше выехать. Угу, угу. Угу. Ха-ха-ха. Да, морозы, морозы. Фиксируется повышение температуры на нашем термометре. Ворон прилетел в гости. А человек, почему он собрал? А, ладошка. А, ладошка. Принял, получается, война? Да, я не могу. Да. Хороший знак? Да, хороший знак. Дедушка. Серафим знает, как положить правильно. Сегодня дорога по зимнику лесного. Спокойно, не торопясь. По-хозяйски. Положи, я думаю, сосиску, посмотрим, как он реагирует. До этого бросили ему печенюшку. Он все съел и полетел дальше за нами. А, так он летит за нами сейчас? Да, он давно уже где-то, полчаса за нами летит. Это тот, который очень на стоянке у нас был, похожий, когда мы. Возможно, мы же его сняли. Он же понимает, где люди, там еда. Да, да. Какая умная птица, все-таки ворон. Вот поэтому ты говорил, кто ему так научился от вертолета на двух заводок на берег. В смысле, он встает на лапру? Да, он вертолета разворачивал, а он вообще от вертолета какой-то. Деньги. Да, конечно. А он уже освоил сейчас? Да. Ехать как-то на АС. Да, это остановочек. Было там какое-то небольшое колесико стартить на зисене. Смотрите, прям вот такой пустой. Вот сейчас по дороге увидели УАЗик. Насколько, чтобы понимали, опасно вот так вот зимой. Одному перемещаться. Человек сломался, похоже. Сколько мы понимаем. Детки накиданные. Возможно, пытался разжечь костер. Ну, предположительно, костра нет. Скорее всего, кто-то проехал и забрал человека. Ну, я посмотрел, внутри никого нет. В любом случае, такие ситуации для Якутии. Ну, актуальная, очень опасная тема. Особенно от морозов. Сейчас 50 градусов держится. Яков у нас самый закаленный. Или самый ленивый. Самый ленивый. Правильно. Очень любопытно посмотреть, что там внутри домика. Хотя, даже не знаю, как тут. Ух ты. Окна выбиты. Что-то подувается. Так вот, стол, нары. Я так понимаю, это пункт обогрева на трассе. Таких бы везде, на всех трассах. Шкура. Вот это, конечно, дело. В принципе, если бы мы затопить, даже с открытыми окнами, уже было бы комфортнее, чем на улице. У супруги Якова Ольги будет на днях день рождения. Мы решили всей командой собрать такое вот поздравительное видео. Дорогая Оленька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех своих начинаниях. Также к моим поздравлениям присоединяются. ООО «Вездеходы Бурлак». С днем рождения! Руководитель экспедиции «Находкин» Николай Александрович. Уважаемая Ольга, поздравляем с днем рождения с далекой якутской земли. С морозного воздуха вам самые наилучшие пожелания. Поздравляю вас с своего имени и от имени русского географического общества. С днем рождения! Дорогая Ольга, от научного сообщества республики поздравляем вас с днем рождения! Ольга, от лица якутских спасателей поздравляем с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья! Поздравляем! С праздничком! Оля, сойдемся в честь тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Испытано на себе Привет всем большой! Меня зовут Женя, я из Сокирыра. Все нормально, весна скоро наступит. Работаем потихоньку. Из Сокирыра, да? Да, Сокирыра. Ну, удачи вам на дорогах. Давайте, ребята, вам тоже удачи! Счастливо! Спасибо! Счастливо! Успел все дела сделать, мужики. Очередное дорожное происшествие. Перевернулась церна. Колеса отвалились. Короче, тут что-то такое случилось. Малоприятное. Особенно для водителя. Ё-моё! Ну, и на фоне этого, конечно, такой лес просто нереально красивый. Просто... ПО doכто на берегу. Зал powfield. Во Новый駛. Редактор субтитров Н. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро и счастья! Глава муниципального района Эвена Бадантайского лужа, Порохов Каврин. Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что меня оберегает, я это знаю. Любая помощь мне всегда. Обязательно! Спасибо! Гаснись, там будем вас кормить. Обязательно! Давайте! Это мы любим! Спасибо! Добро пожаловать в наш уютный Бурлак. Включите свет! Спасибо! Вперед! 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 Может располагайтесь там? Да! А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok подтирали что вы делали хорошо сделано до домой мне это мой шестой календарь этого календарь спасибо завтра и завтра девяти уже наверное будете ехать я наверное тоже поеду возможно это покажем прямой да хорошо прямой карта и шеребятина это же мой любимый суп коробок человек который вот выборный ехал за сутки готовили оленей настой без всех он каждый раз присаживался и до сэбэн кэля лютен он доставил доставлял за сутки до сэбэн кэля вот раньше вот такие люди сильные мощные не дай бог там пропадешь или время пропустишь за сутки доезжали а вы сколько дней ехали отсюда до сэбэн кэля 500 км напрямую и вот на линия скакали вот советской карты есть там вот тропинка этих оленеводов до сих пор там видно черташками вам предстоит обратно ехать по этому дорогам за сутки доедете но если нам билите не дадите достать с оленями ни один транспорт не сравнится очень много национальной кухни оленина потроха ленина язык печень печень рыба оленя приветствуем вас нашей юго-сирской земле ай и нанять школьный дарит они угостились же простите простите спасибо а он делается с разными Сырога Чавуку у нас ходит на уровне моря на 2000 метров, и чтобы достать вот эту Чавуку, ты должен быть такой сильный, ловкий, правор, и должен подниматься на эту гору, и должен вот достать добыщу Чавуку, а он когда разбегает, 90 км в час скорость разбегает. Вот это время, ты должен попасть в пули, 7-9 грамм, ты должен вот этой пули его достать. Я красиво не умею говорить. Нормально, вот как раз тренируйся. Уважаемый Гаврил Гаврилович, от нашей маленькой компании Вездеходы Бурлак и от всего коллектива экспедиции, хотим вручить вам скромный подарок, фирменный полок. Брошюрка по нашему снегоболотоходу, технические характеристики можете почитать, посмотреть. Серафим, у нас добытчик. Так жалко было, что там столько еще еды остается, и вот мы еще перед сном сможем перекусить. Да, конечно, Сакрыр очень нас здорово встретил. Вот запарковались на ночевку. Возле здания мы здесь покушали. Спасибо всем, кто нас встречал, спасибо всем, кто нас так вкусно и сытно накормил, кто организовал такой алгыс, там встречу, танец. И самым лучшим завершением сегодняшнего дня, конечно же, это будет баня. Пока народ ждет, баня топится. Давайте проведу вам экскурсию. Здесь у них все, можно постираться, нам предложили, но мы надеюсь, сохнет. И здесь стиральная машина. Уже стоит приятный банный аромат. И вот наша сегодняшняя помывочная. Наконец-то, надо погреться. Уже так, градусов 70 есть уже, можно подземеть.